Вот так вот делают делионы с зергом. Смотрите, в 7.40, в 7.40 у нас 200 соплая. 7.40. Вот так. То есть до 8 минуты у нас можно собрать 200 соплая по этой табличке. Всем привет, с вами Тед. Подсветка за мной сломалась, но я надеюсь, это сильно не повлияет, так сказать, на качество обучающего материала в данный момент. И я давно-давно-давно собирался выпустить гайд по табличке, и вот и он. Для тех, кто не понимает, о чем идет речь, по ссылке из описания вы можете скачать вот тут вот файлы. Нажав на кнопочку скачать, собственно, у нас одна картинка затеррана и два Excel-файла Zerg и Protos. Это все файлы к одному из моих прошлых видео, а точнее к первому шагу обучающих видео по Zerg, Protos и Терну соответственно. Я объяснял смысл, но, естественно, никто сильно не понял, как этим пользоваться, зачем это нам надо, и здесь сейчас мы попробуем это вам все объяснить. Итак, ребят, скачав картинку затеррана, вы увидите вот такой вот файл, и что здесь у нас вообще есть. Давайте я его открою побольше, пошире. Здесь куча всего Paint-овского, мы его делали в прямом эфире как-то, поэтому он выглядит именно так. Так, и почему затеррана у нас файл в Paint, а за Zerg и за TOS у нас в Excel, все очень просто, потому что Теран в этом плане прост и весьма линейен. Суть этой таблички в том, чтобы показать, за какое время вы можете собрать какой лимит. Потому что во многих своих обучающих видео я объясняю, что если вы начинающий игрок, вам стоит сосредоточиться для начала на том, чтобы просто тратить ресурсы. Но для начала, естественно, их нужно добыть, то есть нужно сделать какую-то экономику. И вот как раз-таки таблички вам объясняют, сколько вам чего нужно, чтобы, соответственно, получать максимальное количество юнитов. Здесь у нас данные о том, какую экономику мы получаем с скольки баз. То есть с одной базы мы получаем где-то 950 минералов в среднем. Вот, то есть с двух уже 1 800, с трех, соответственно, 2 700. То есть это просто вот приплюсовали и получилось. То же самое по газу где-то 350, точнее 325, 650, ну и, соответственно, 975 примерно газа с трех баз мы получаем. Три мула будут повышать инкам на 900. То есть каждый мул примерно чуть меньше 300 приносит, там не на 900, чуть меньше. Это так просто, чтобы понимать, то есть это все можно просчитать. И благодаря этой табличке вы можете просто посмотреть и поплюсовать, подумать, решить, как вы можете быстрее всего собрать лимит. Если видос залетает, ребята, я сделаю нормальную табличку затеррана. Просто это такой слегка ресурсоемкий. Делать ее, если видос никому не заходит, я не вижу смысла. Но при этом все равно я обещал, я вот сделаю, я вот сейчас делаю гайд по табличке. Соответственно, я объясняю, как этим пользоваться, потому что этим можно пользоваться. Здесь нам придется вручную просто-напросто делить. То есть мы понимаем, что гелионы, к примеру, они занимают 0 газа стоит. Они выдают нам 300 либо 600 минерала за заказ. Соответственно, 3 либо 6 гелионов. Это 3 либо 6 гелионов мы можем делать в минуту. Получается, если у нас в фекторе без реактора это 3, с реактором 6. Это будет стоить 600 минералов в минуту. Ну и это будет выдавать 6-12 сапплая. И вот мы ищем самого дешевого юнита, который выдает максимальный нам сапплай. Это как раз-таки будут гелионы и мины. То есть получается, что если вы не будете добывать газ и на добычу с двух баз, то есть 1 800 минералов в минуту у вас будет получаться. То есть вы понимаете, что у вас 1 800 минералов в минуту идет добыча. У вас гелионы с реактора стоят 600 минералов в минуту. Вы можете отсюда сделать такую калькуляцию, что вам нужно 3 фектори с реакторами, чтобы полностью тратить ресурсы, которые вы добываете с двух баз. Здесь классно затеряно, что не нужно думать, не нужно калькулировать небольшой запас на сапплай. Потому что есть мулы, они как раз-таки его покроют. Вот. То есть, чтобы быстро замакситься на гелионах, вам нужно, соответственно, 2 базы, к примеру, и вы просто с 3 фектори макситесь. Эта табличка вот как раз-таки и помогает вам быстро понять, посчитать, сколько вам нужно знаний, чтобы макситься с определенной экономики. То есть, допустим, что у вас 2 базовая экономика с 2 газами. То есть у вас еще 300 газа открывается. Ну и вы тогда считаете, что, например, мы делаем 2 фектори с реакторами на гелионов, это 1200 получится у нас. Будет минерала забито. И у нас еще остается 600 минерала и 300 газа. Вот. И мы думаем, куда мы можем потратить вот 600 минерала и 300 газа, каких зданий добавить. Это для того, чтобы тратить ресурсы, опять же, в ноль. Находим вот идеал, то есть, старпорт с викингами. Старпорт с викингами, с реактором будет делать как раз-таки 300 газа и 600 минерала. Давайте сейчас это на практике немножко покажем, чтобы все поняли, в чем смысл. То есть вот сейчас мы посчитали, что 2 базовая экономика с 2 газами только, то есть только на первой базе будут газы, может поддерживать 2 фектори с реакторами и 1 старпорт с реакторами. Потому что если вы будете делать других юнитов, у вас, естественно, не хватит ресурсов на поддержание, к примеру, торов. Вам нужно будет скорректировать количество ваших зданий, чтобы оптимально их использовать. Ну и благодаря этой табличке вы можете придумать свои билды. Единственное условие, конечно же, вы должны понимать, как делать открытие, ну и как вообще выходить в эту экономику. Для этого у вас есть, собственно, мои гайды. То есть находите любой макро-гайд и выходите в такую экономику. Вот мы делаем, для примера, стандартное открытие против зерга. И всё. Вот то есть отсюда у нас останавливается экономика, потому что мы больше строить не будем, у нас полная 2 базовая экономика. У нас 2 ксм-ки строят с оплайки, и отсюда мы просто тратим ресы. И посмотрите, как только у нас вот эти 2 здания заканчивают с гиллионами, мы заказываем новые, и у нас ресурсы слились в ноль. И всё. Вот такая вот простая схема, получается, мы по ней вычислили, сколько нам нужно просто-напросто иметь строений, чтобы делать определённый тип юнитов. Если мы реально, ребята, протолкнём этот ролик, то сделаем что-то типа мини-челленджа, там бронзомастер по табличке, типа будем масить прикольные составы. То есть то, что вы сами будете писать, мы будем играть в эти составы. Потому что, ну, я вам скажу, 10-ая минута, вот так вот делают гиллион и зергом. Давайте то же самое сейчас посмотрим ещё на табличке ТОСа. И извиняюсь за косячок, забыл в реплее выключить, чтобы он делал захват экрана, и поэтому получился такой косяк с записью. Не всё было суперидеально видно, но всё, я думаю, было понятно. Специально там всё нарезал для вас, чтобы коротко и понятно всё было. Давайте теперь перейдём к Excel. Табличка достаточно здоровенная, поэтому мы её приблизим. Объясняю на примере вот этой части, но она идёт и дальше. То есть, видите, дальше у нас идёт синяя, зелёная часть. Зелёная — это Stargate юниты, синяя — это Robo юниты. Ну, мы поговорим об гейтовых юнитах. Итак, смотрите, что у нас здесь вообще в таблице есть. У нас есть лимит, то есть сколько лимита занимает юнит. Дальше идёт и вот цена минерала, цена газа и время производства. То есть, это просто базовая статистика из игры взятая. Дальше у нас подсчитано, сколько мы, соответственно, в минуту можем сделать вот таких юнитов. То есть, у нас калькуляция выдаёт, что мы можем делать 3 зелота в минуту. В минуту это будет стоить 300 газа. И, соответственно, это будет нам давать 6 лимита. И отсюда мы переходим к следующей части таблиц. Здесь у нас цифра 1, 2, 3, 4. Это обозначает количество баз. И внизу, в самом низу, вот здесь вот у нас идёт, это сколько у нас добыча с каждой базы. То есть, вот она подсчитана, такая усреднённая, 925 минерала, 325 газа. Ну и, соответственно, сколько баз. И здесь такой же принцип, как у Терана. Просто здесь для нас ещё подсчитана одна интересная информация. Во второй части. То есть, у нас две части 1, 2, 3, 4. Вот во второй части подсчитано, сколько минут нам нужно, чтобы замакситься. Вот это прикольная штука, которую вы можете реально использовать. Которую я не прочитал до Терана. И, как я говорил, залайкайте видос, заспамьте его комментами, поднимите его в топчик. Хотя бы в средние видосы такие хорошие моего канала, то есть, ближе к тысяче просмотров, если мы поднимемся, YouTube будет его форсить. Я, естественно, постараюсь, делаю классную картинку, чтобы люди на неё кликали и тоже смотрели этот видос. Чтобы мы популяризировали, надеюсь, нормально сказал, нашу любимую игру StarCraft 2. Вот. И давайте дальше. Смотрите, что это у нас за калькуляция получается. Первая часть таблицы показывает, сколько вам нужно производящих зданий на то, чтобы полностью закрыть свои потребности в производстве. То есть, посмотрите, видите, у нас написано 3 и 1. Это колонка с зилотом. Давайте по зилоту пройдемся. То же самое, естественно, можно по сталкерам сделать и всем остальным. То есть, 3 и 1, это значит, что нам нужно 3 гейта, и у нас еще останется 10% запаса. То, что мы не можем производить там 10% зилка. Поэтому, если вы сделаете 4 гейта с одной базы, вы не сможете производить зилотов без перерыва. У вас будут простаивать гейты, и, соответственно, 4 гейт просто не имеет никакого смысла. Давайте прямо сейчас проверим это в игре. Эти 10% это 10% от зилка. То есть, соответственно, если мы начинаем, и у нас хватает на 3 зилка заказать из 3 гейтов, то каждую минуту у нас будет оставаться там чуть-чуть буквально минерала на вот какой-то там сопла или еще на что-нибудь. Вот, начнем мы игру с пилона. Банально сделаем полную экономику, как все сказано в таблице. Здесь на этот раз ничего не напортачил. Не, нормально. Ничего страшного. Вот. И делаем, соответственно, 3 гейта, чтобы заказывать зилков. Так как мы не спешим сейчас ничего производить там заказывать. Хронобусты, кстати, не учитаны в таблице. То есть, опять же, имейте в виду, что 1 базовой экономики хватает на 3 гейта. Но если вы будете бустить 2 гейта, у вас будет тоже, в принципе, все нормально. Вот. Поэтому не надо больше. И ставим, вот нам хватает на 3 гейта, ставим 3 гейта. Пока они строятся, нам можно подготовиться с оплаями. Потому что, ну, нам же надо как-то иметь ресурсы. И моя задача сейчас просто-напросто подсчитать такой момент, чтобы, когда гейты достроятся, мы могли, имели возможность заказать 3 зилка одновременно. То есть, я сейчас буду копить где-то 300 минералов. И после 300 минералов я буду тратить все на пилоны заранее. Вот. И посмотрим, к чему мы придем. Небольшое отвлечение. Давайте поставим на паузу, еще раз залетим в Excel, во вторую часть таблицы, которую мы сейчас продемонстрируем. Вторая часть таблицы, вот она. В ней у нас указано число 7. Это количество минут, которое вам нужно, чтобы замакситься с вот этого количества баз. То есть, оно тоже учитано по минералам. М минералы, Г это газ. Если вы играете с одной базой, то вам нужно 10 минут, чтобы замакситься на сталкерах. И вам нужно 2,8 гейта. То есть, соответственно, 2 гейта с бустами в гейт вам хватит. Но если вы поставите 3 гейта, они будут простаивать. Там, где 2,8, в принципе, можно стремиться к 3 гейтам. То есть, если тут число что-то типа 7,1. Вот, к примеру, 7,1 кто у нас? Это сентри. То есть, если мы хотим сентри замаксить, нам не надо 8 гейтов. Если мы играем только в сентри, нам надо 7 гейтов. Этого вполне хватит. Но при этом по газу. По газу, чтобы макситься на сентриях, вы можете потянуть только 1 гейт. Понимаете? 1.2. Все, больше вам не хватает добычи. Вот. И поэтому вот эти вещи уже вы, калькулируя между собой, можете собирать. То есть, вы понимаете, что у вас, например, 2-х базовая экономика тянет 6 зелков и остается еще чуть-чуть. И вы вот на еще чуть-чуть добавляете как раз-таки еще один гейт и из него делаете сентри. То есть, с 2-х базовой экономики вы можете иметь 2 газа только. Из 2-х газов делать 7 зелков и 1 сентрю. То есть, вот если правильно умеете калькулировать, соединять между собой вот эти все цифры. Почему именно так? Потому что, смотрите, у нас 6 гейтов на зелков и будет 1 газ. То есть, 1 газовая экономика на сентрю на 1 гейт еще пойдет. То есть, 1 гейт нужен для сентри, 6 гейтов для зелков. Они их полностью занимают. И замакситься мы можем, соответственно, на зелках за 7 минут с одной базой. Понимаете? То есть, 3 гейта, 1 база. Сейчас мы вот это все провернем и прям попробуем показать вот это, так сказать, в прямом эфире. Вам, естественно, не придется 7 минут терпеть. Сейчас я все это дело промотаю. Опять я на альтабе все пропустил. Смотрите, в чем суть. Мы делаем, получается, экономику однобазовую. То есть, мы делаем 16 наших рабочих. Мы ставим 3 гейта. Пока они строятся, мы сливаем все ресурсы на пилоны. И как только они достроились, у нас, соответственно, начинается производство 3 зелотов. И как только 3 зелота заканчивают свое производство, у нас, в принципе, как раз-таки накапливаются минералы на следующих. И в конце концов мы начинаем догонять саплай. То есть, периодически, кидая буст в гейты, вот эти вот дополнительные, вроде бы, ресурсы, которые у нас сохраняются, они начинают пропадать. Судя по калькуляции, мы должны замакситься к седьмой минуте. Вот посмотрите сюда внимательно. За 7 минут, вот здесь вот показано, мы должны замакситься. И, соответственно, если у нас началось производство на второй минуте, к, получается, девятой, у нас должно быть где-то 140 лимита. Потому что у нас вот этот замакс, он идет не к 200 лимита, а к 140, потому что где-то 60 мы используем на рабочих. Вот плюс-минус у меня в калькуляции забито 60 на рабочих. И посмотрите, в 5.30 у нас уже, вот, вылазят как раз-таки наши 60 лимита. И, соответственно, 120-140 лимита у нас будет как раз-таки к девятой минуте. То есть, вот вам калькуляция, до чего она. И ресурсы у нас постоянно в ноль тратятся. То есть, мы доставляем буквально там периодически по... Мы периодически доставляем по пилону. И вот, то есть, все у нас окей. Давайте замаксимся еще на чем-нибудь, по этой таблице. Найти каких-то юнитов, на которых мы можем замакситься максимально быстро. То есть, для этого мы спускаемся сюда, в эту часть таблицы, и начинаем искать минимальное число, к примеру, с трех базовой экономики. Находим, что это либо Адепт, либо Зила, либо, к примеру, Сталкер. То есть, Сталкеров 140 лимита где-то мы собираем, 130 лимита мы собираем за 3 минуты. При этом, чтобы их собрать за 3 минуты... Сейчас вам не было видно, наверное. Вот, мы собираем за 3 минуты Сталкеров. Вот она. Получается, за 3,30 с газов. Получается, не очень. Давайте кого-то побыстрее. То есть, быстрее, быстрее, быстрее. За протаса особо быстрее никого не собрать. То есть, вот Адепты, Зилаты. Давайте Адептов. Адептов мы должны замаксить за 2 минуты еще 30%. То есть, за 2 минуты 20 секунд мы собираем 130 лимита Адептов. Для этого нам понадобится 9,5 гейтов. То есть, 10 гейтов. Не нужно строить 100. То есть, 10 гейтов нужно. И как только у нас есть на доварп с 10 гейтов, соответственно, мы уже готовы все это дело начинать доварпывать. Самое интересное, видите, у нас 9 гейтов нужно. Ну, либо 10, к примеру, про запас. Для того, чтобы их по минералу нам хватало, но по газу 13. То есть, получается, у нас газ будет копиться. И вот эту разницу мы можем покрыть еще гейтами, чтобы доварпывать, к примеру, сентрей. Нам понадобится 3-х базовая экономика, максимально насыщенная. Нам понадобится, получается, 11 гейтов. И у нас будет доварпы 2 сентри и 9 адептов. Вот так. Открываются гейты. Смотрите, доварп идет. Первый. Первый сразу сделаем только адептов. И напоминаю, мы должны замакситься по нашей таблице за 2,5 минуты. То есть, 2,5 минуты отсюда, это будет, получается, 30 секунд 6 на 8 минуте. На 8 минуте мы уже должны замаксить наши 140 боевого лимита. Ну, то есть, оставшийся боевой лимит, короче, замаксить. Вот, начинаем сливать все ресурсы и смотрим. Вот гейты у нас начинаются откулдауниваться. И первый доварп мы не сделали сентри. Соответственно, сейчас мы делаем, смотрите, раз сентри, два сентри, делаем адепты. Все, еле-еле хватает. Сделали. Ждем. Смотрите, смотрите, сейчас прокручиваются опять все гейты. Как только они откручиваются, у нас хватает ресурса на доварп. То есть, в этом суть таблицы, что она вам дает понятие. Если вы хотите играть в какой-то микс, к примеру, вот в адепта сентри, то что вам надо, чтобы, соответственно, сражаться? Вот у нас по 2 сентри, как и было по плану, и по 9 адептов. То есть, 2 сентри, 9 адептов мы сделали. У нас сразу же ресурсы кончились. Все. Опять мы начинаем копить. Здесь у нас гейты до кулдауниваются. Опять 3 сентри сделали. И 9 адептов. Получается, 8 в этот раз. Вот, и все. И на таком образе, как я говорил, мы к 8-й минуте можем собрать максимальный саплай, понимаете? То есть, мы нашли юнитов, которых мы можем быстрее всего начать максить. И сколько нам на них надо экономики. С бустом даже, чуть-чуть раньше. Посмотрите, в 7.40. В 7.40 у нас 200 саплая. 7.40. Вот так. То есть, до 8-й минуты у нас можно собрать 200 саплая по этой табличке. Абсолютно по этой же схеме у нас работает таблица инозергов. У нас идут названия юнитов. К примеру, возьмем линги. Сколько они дают лимита, сколько они стоят минерала. И сколько нам нужно хэтчери, чтобы просто строить лингов. И здесь у нас сколько хата дает личинусов, чтобы строить лингов. Вот, с квиной это число будет 11. То есть, если просто хата, она в минуту производит в среднем 5 где-то личинок. С квиной будет получаться 11, если вы делаете инъекции. Таким образом, просто с хатой вы получаете 5 лимита. В минуту. Вот. А с квиной 11. И это стоит 550 минерала. И, соответственно, вам с однобазовой экономики, как вот здесь вот написано, нужно зданий. Нужно 1,7 хэтчери. То есть, вы можете поставить 2 хэтчери и с одной квиной буквально полностью покрывать все производство. При этом вам на это нужно будет всего, нужно 550 минерала. То есть, вам даже не нужна полная минеральная экономика. Вы с двух хэтчери можете с одной квиной нон-стопом производить лингов. Имея всего 550 минералов в минуту. То есть, это нужно будет вам где-то на 30% меньше дронов, чем обычно. То есть, где-то... Это, если что, я вот тут вот смотрю все. Где-то 12 дронов. То есть, вы можете сделать 12-й пул. И, в принципе, с 12-го пула с двух хэтчери и с 2 хэтчери и с 2 хэтчери. И даже, например, играют и не могут на 7-й минуте собрать физически 130 лимита, что бы они ни делали. Но, оказывается, вам не нужно делать за зерго абсолютно ничего. И вы можете на 7-й минуте собрать 130 лимита. Точнее, за 7 минут. То есть, но так как пул ставится рано и начинается замакс рано, это где-то к 8-й минуте получится. Вот. Но в то же время, вот здесь мы можем найти, за сколько мы можем замакситься, к примеру, на тараканчиках. И вот на тараканчиках получается очень прикольно. Понимаете, они за буквально 5 минут можно получать максимальный саплай. То есть, таракан это тот, на ком мы очень быстро можем вот прям поднимать саплай. Самый быстрый саплай на тараканах уже с двух баз. С двух базовыми на экономике. Вот. То есть, на тараканах можно замакситься за 2,5 минуты. Вот такие вот интересные калькуляции. На зергах можете попробовать сами. Либо, как я говорю, просто залайкайте этот видос. И тогда я вам все это покажу в следующих видосах. Если вам интересно замаксы, самые быстрые, например, как собрать какой-то лимит. То есть, могу вот вполне как раз таки показать. То есть, как вообще супер быстро все это делать. А с вами был Тед. Подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok